всем привет привет всем отличные пятницы напоминаю что в разделе сообщества вышел анонс на блиц консультации на эти выходные кому интересно кто приходит ссылка на раздел сообщества есть под этим видео нажимаете переходите читаете и приходите так а сегодня у нас с вами будет расклад на тему какую линию поведения выбрать чтобы успешно выйти из сложной ситуации перед собой вы видите камешки вы видите мешочки в которых я всегда храню колоды не стала вам показывать колоды вот сделала такой вариант пока вы выбираете тайм-коды всегда есть в описании кто со мной давно знает недавно получила такой комментарий с вопросом от скорее всего новые подписчицы как выбирать что выбирать для новичков скажу следующее мой канал он направлен на самопознание все что я говорю информацию которую я транслирую интерпретирую и так далее в основном она выходит на основе моего собственного опыта и моих собственных знаний до которые я пропускаю через себя они имеют под собой почву либо психологии либо философии исходя из этого я всегда на своем канале делаю то что понятно известно мне не опираясь на то что делают коллеги поэтому почему вот эта подводка к тому что как делать выбор на моем канале по сути выбора делать не нужно почему вот сегодня я как раз таки в телеграм канале делала обзор на книгу красная таблетка курпатва которая давно купила вот кто смотрел окей кто нет может записаться но подписаться на мой телеграм-канал и послушать вот он там как раз таки и говорит на основе психология что по сути доли какие-то там по моему пол секунды всего лишь сначала мозг принимает решение только через пол секунды да мы осознаем это решение и еще дальше через минуту через 0 минут 2 секунды то есть две доли секунды проще говоря наше тело начинает действовать это говорит о том что первично наш мозг выбирает и только через там 30 ноль целых а 30 десятых секунд то есть через пол секунды мы осознаем что мы приняли решение нам кажется что это наше решение на самом деле решение было принято за нас нашим мозгом и это говорит о чем о том что вся эта информация о том что выбираете интуитивно не интуитивно на самом деле не имеет под собой никакой научные основы почему потому что будете ли выбирать интуитивно не интуитивно это не имеет никакого отношения потому что с того с той секунды как вы увидели вы уже четко мозгом определили какую позицию вам выбирать что вам нужно слушать но если мы уйдем от психологии и пойдем контенту выбора могу сказать что большинство ну как я понимаю из комментарии большинство подписчиков смотрят абсолютно весь расклад и лично для меня как для торолога важно что вы прослушали информацию то есть не надо привязываться я вообще не люблю шаблоны рамки вот это вот все вот эти вот привязки я всегда за индивидуальность за то чтобы не извиняюсь на носом шмуга всегда за то чтобы человек самостоятельно для себя опираясь на свое восприятие мира что-то дело в этой жизни на чтобы не быть в стаде проще говоря поэтому не слушайте что вам говорят делайте так как вы считаете нужным и если ваш результат вашего выбора у нас чем-то разочарует только вы как минимум получаете опыт как делать не надо вот но на своем канале я всегда говорю слушайте и услышьте ту информацию которая у вас откликается внутри я не знаю в какой позиции она будет в 1 2 или в 3 и возможно вы тоже даже и не знаете где будет необходимая информация поэтому нет чтобы идеально но желательно чтобы допустим весь расклад просушил но если у вас не хватает терпения всегда напоминаю что в нижнем правом углу есть шестеренка нажимаете ее можете поставить на более ускоренные ускоренное прослушивание я как правило сама многие ролики на ютюбе слушаю примерно на 175 но опять же таки это дело навыка привычки обработки нашего мозга да так как она устроена и так далее так далее но вы можете также выбрать какую-то одну позицию и вопрос вообще заключался что означает эти камешки камешки общение не несут себе никакой не цветовой не цветового какого-то смысла нагрузки вот они просто для того чтобы разделить эти по позиции но они по сути условно знаете в идеале для меня было бы вообще делать расклад на одну позицию но опять же таки и вот это вот иллюзия каждого из нас что я что-то выбираю в этой жизни и поэтому мне нужны нужен выбор нужен нужна вариативность вот окей я соглашусь на то что но людям нужна вот эта иллюзия пускай она будет поэтому я и оставляю на три позиции но на другом своем канале на втором я делаю расклады такие коротенькие краски на одну позицию вот вот такое вступление и опять же таки все что я говорю она имеет под собой психологические и научные косметики потому что проводились эксперименты это не просто так слова сказаны что кто-то решил проводились эксперименты получались вот такие выводы потом по поводу того что наш мозг решает и через какое-то время мы осознаем и нам кажется что это наше решение он по сути за нас наш мозг принял это решение так позициями с позициями надеюсь вы определились мы отодвигаем вот эти вот прям так как и есть не стал я их вытаскивать думаю он сюда на не слишком они вам помешают здесь сторонке место займут и мы с вами приступим к позиции номер один голубенькому камешку значит что мы будем делать сначала я попробую описать ситуацию и потом посмотрим исходя из описания ситуации какая будет наилучшая линия поведения но опять же таки да это не есть решение а это есть некая такая дыма 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 вариант того как можно было бы решить да почему потому что вас много ситуаций у каждого могут быть свои это не значит что вот то что здесь предлагается это вот обязательно так и есть я всегда говорю что общие расклады они как правило так как некая такая дыма сессия того что если вы придете на индивидуальный расклад что вы услышите вот но второй вопрос что мы все рождены в некой системе с правилами и с определенным опытом безусловно генетика у каждого своя и она отличается и она уникальна но генетика она занимает наименьший процент соотношение того что влияет на нас то есть генетика не имеет по сути большого влияния на нас на нас на формирование личности большое влияние оказывает наше воспитание окружение которым мы находимся а поскольку я говорю на русскоязычном пространстве да то люди в основном которые смотрят даже если вы живете проживаете за границей если воспитывались там либо в бывшем союзе либо в россии неважно когда вы родились вот менталитетом все равно остается поэтому многие программы очень очень схожи особенно это видно когда люди просматривают ролики знаете вот нашего детства до что там ели это вату воздушную либо газированную воду и вот все улыбается и все понимают о чем идет речь то почему потому что вот росли вот именно вот в этих правилах вот в этих условиях и всем понятно что и как происходит как проходило воспитание почему так одевались они иначе вот это тоже формирует нас как личность поэтому очень много откликов и идет на информацию которая напоминает вот и дает какое-то ну известное понимание в описаниях в раскладах вот ну что давайте приступим сначала я хочу посмотреть что здесь за сложная ситуация вот а потом как выйти из нее ну это если немного словно что здесь за ситуация орган повешенного дала что здесь ситуация какая-то зависшая ситуация сложность заключается в том что человек не двигается почему он не двигается потому что он не знает как ему двигаться поэтому он завис как правило когда задача понятно мы начинаем двигаться к решению здесь скорее всего есть какая-то задача которая непонятна для нашего мозга отсюда идет и зависание что это за непонятная задача четверка педакли она связана как раз ки с некой такой стабильностью то есть возможно ситуация повествует о том к чему вы привыкли на к неким таким автоматизмом ритуалом вашей жизни и вам непонятно как выйти из этой стабильности как что-то поменять почему потому что есть привычка жить в определенной модели что еще здесь за сложная ситуация сложная ситуация связана с пятерка кубков да с какой-то вот не состыковка возможно это ваши ожидания которые не соответствует реальности отсюда идет разочарование то есть есть некое такое противостояние либо противопоставление да у вас одно видение по факту вы получаете что-то другое либо если это касается людей у вас одно видение у человека другое видение вы никак не можете договориться прийти какому-то компромиссу либо консенсусу то есть здесь есть две противоположности изначально они противоположны до либо белое и черное либо как говорится добро и зло до либо то что нравится либо не нравится это может иметь отношение еще расскажу к людям либо это вот какой-то ситуация то есть у меня есть одни ожидания а получаю по факту либо я живу вот так вот но мне хотелось бы как-то по-другому и вот рядом заключается что сложность на что с одной стороны это это постоянство это комфорт это удобство так как мы привыкли а с другой стороны нас уже внутри что-то не удовлетворяет а то есть мы понимаем что нужно двигаться дальше но не понимаем как как это сделать и вот связи с этим да у нас такая зависшая ситуация причем здесь у девочки две головы которые краски и говорят вот и об а той дуальности до которая здесь присутствует ну давайте более подробно если вот кому-то необходимо да вот это как раз ки связано с дальнейшим движением до с дальнейшим движением с дальнейшим развитием либо это развитие отсутствует развитие в отношениях с кем-то то есть они дальше не развиваются не нету продолжения либо это касательно вашего развития по жизни либо движения да то есть жизнь у нас всегда говорят про желание и про амбиции здесь с этим идет несостыковка причем на самом деле королева жезлов которая здесь изображена да она всегда говорит про активность она всегда говорит про решительность но вот в данной картинке да так как мы видим изображение здесь это кукла она держит маленького ребенка и хотелось бы вот допустим если мы возьмем материнский инстинкт воспитания детей хотелось бы матери оставить у такого грудничка на кого-то да и пойти дальше развиваться но чисто теоретически нет а то есть если нет какой-то нужды то особенно если это вот новорожденный да так скажем ну как минимум до 9 месяцев матери очень сложно оставлять ребенка на кого-то да все равно вот это вот инстинкт материнства срабатывает страх тревога волнение что и как там ребенок вдали от меня особенно если есть еще и грудное кормление вот то мать привязывается к ребенку ребенок привязывается к матери и вот на первых порах это достаточно естественно вот здесь вот изображено как краски вот такая модель и поэтому здесь возникает с одной стороны изображения сердечко да с другой стороны вот этой булочки вот как если бы это была морковка до пряник и кнут то есть и хочется и не получается то есть королева жезлов она говорит на движение то есть по ее природе она огненная огонь это всегда про движение и про развитие но с другой стороны и что-то что ее сдерживает это может быть какие-то обязательства это то что удерживает от развития и получается здесь знаете такая двоякость я вроде бы понимаю что мне надо но я этого не хочу либо я хочу но по факту если копнуть глубоко мне это не очень-то и надо и вот здесь вот этот вот боже мой слова вылетела вот это вот противопоставление между тем что мне на самом деле надо и навязчивым вот этим надо вот этом заключается сложная ситуация сейчас неважно в какой сфере надо здесь все будет говорить вот четверка жезлов то есть опять же таким колода это она большей степени метафоричная нежели таро ну как правило многие об этом говорят вот мы здесь видим девочку до которая значит держит на ниточке эту пчелку и она убегает от леденцов то есть она именно убегает либо выбегает из этого леса где есть леденцы леденцы это про сладость сладость это всегда ассоция ассоциация желаемого приятного вкусного какого-то наслаждения то есть по сути здесь девочка убегает от чего-то хорошего чего-то позитивного почему она убегает это второй вопрос опять же таки пчелка это про работу про вклад возможно возможно да девочка здесь не очень-то и желает то что ей дают как какую-то вкусную приманку то есть допустим вот если нужны там деньги на то предлагается какая-то работа в которой возможно быть там повышение развития деньги но внутри у человека нету желания что-то изменить в своей жизни то есть я не хочу идти сейчас на работу на какая бы она прекрасная идеальная не было потому что мне важен вот этот вот мой комфорт и то что я привыкла то есть вот здесь какая-то такая метафора и сложность с этим краски и заключается что сделать найти не идти это здесь вопрос по сути выбора так если вы в этом узнали всем свою какую-то ситуацию смотрим какую линию поведения вам нужно выбрать вообще на самом деле я скажу сейчас прежде такое знаете отступление прежде чем мы выложим карты опять же таки да согласно психологии если если вы не чувствуете потребности да если внутри вас нету дефицита о котором здесь говорится то есть если ваше желание не вызывает какой-то дефицит недостаток чего-то вы не будете двигаться в этом направлении то есть если вам действительно не хватает денег вот именно вот прям действительно не хватает ну вот прям голодать и не можете оплатить счета только в том случае вы будете двигаться то есть если вы считаете что да как то можно сэкономить как-то можно урезать но при этом я смогу выжить никогда не пойдете не сделаете выбор в эту сторону почему потому что мы всегда хотим получить что-то и движемся по пути к своему желанию только тогда когда видим в чем-то дефицит недостаток то есть если нам чего-то не достает например мы голодные нам не хватает еды мы идем встаем и совершаем какие-то действия для того чтобы пополнить так для того чтобы прийти к целостности пополнить свой желудок необходимые энергии если у нас нет внутреннего дефицита если нет как говорится вот такой задачи то мы это делать не будем даже насколько бы это заманчивая все и не было для вот здесь вот я склоняюсь к тому что здесь предлагается что-то такое заманчивое и может быть головой вы понимаете что надо но велика вероятность даже не выкладывая карты я скажу что вы от этого откажетесь насколько бы это заманчиво не было почему потому что вы то что вы имеете сейчас это намного полезнее для вас и цене чем-то а чего вам придется отказаться для того чтобы пойти сюда то есть допустим здесь даже если разворачивая этот образ на отказаться от своего младенца и пойти зарабатывать деньги матери которая находится на грудным на грудном там скармливание своего ребенка как правило первичная работа исходя из своих инстинкт она скажет на фиг мне эта работа нужна если кто-то может и там дать деньги на какой-то период долг до либо помочь либо как-то муж ответственно она никогда не пойдет на эту работу потому что ей по сути этой и не нужно потому что то что ее сдерживает это имеет большую ценность для нее и она не понимает то есть у нее нету дефицита на данном этапе да то есть у нее дефицит во внимание в любви и взращивание этого ребенка нежели дефицит пойти как-то проявлять себя развиваться и выйти в социум надеюсь я понятно донесла эту мысль но все же давайте посмотрим что нам скажет карта мне просто интересно насколько это будет опровергаться картами либо наоборот подтверждаться какую линию поведения здесь нужно выбрать десятку кубков да здесь карта говорит о том что как краски да девочка уходит вот от всего вот этого вот хаоса идет во что-то лучшее здесь мы тоже видим да она убегает здесь убегает от каких-то потерь здесь какая-то крыса до непонятные эти кубики все рушатся и желание девочки на этом слоники то есть слон как ассоциация некой такой силы и мощи на то есть в безопасности и при этом памяти уйти от этих всех разрушений и идти к чему-то более лучшему то есть здесь нужно в идеале двигаться дальше в развитие не останавливаться но как я уже сказала ранее да вы этого не хотите и поэтому здесь идет вот это вот ну противостояние на что что выбрать карты говорят о том что нужно двигаться дальше ссори какую линию поведения нужно выбрать здесь во первых нужно успокоиться на по двойке пендапли мы видим здесь эти овощи вокруг головы этой девочки то есть голова вообще не на плечах то есть она как будто бы сама по себе не толка никакой такой опоры потому что не голова крутится аж и а поворачивает голову куда повернется с USA туда поворачивается и голова потому что это имеет некую такую основа то есть не голова поворачивает шею совсем наоборот здесь это ишей нету снова нет и голова идет кругом от тех дел которые нужно сделать поэтому здесь первично нужно успокоиться перестать как-то паниковать возможно здесь такая очень ситуация как сказать накипела на очень актуально и нужно успокоиться первую очередь свои эмоции для того чтобы принять верное решение у семерка педагли видите тоже тоже говорит о том что человек здесь не двигается потому что как в паутине на много ножек но при этом каждая ножка она идет свою сторону здесь нету согласия нету консенсуса скорее всего здесь и даже какие-то мысли то есть сегодня я одно хочу завтра я другое хочу сегодня хочу пойти на работу либо хочу выйти замуж либо хочу иметь отношения завтра я этого не хочу и вот эти вот все хотелки причина в том что этих хотелок очень много и они противоположны ну то есть они абсолютно разные между собой и вот это как-то когда человек не может прийти к какому-то единению не единство в своем мышлении это приводит никому такому раздраю и у нее значит этот воротник да и здесь есть какие-то пауки причем паука 2 а паутина у нас всегда говорит а тоже от чем-то застоялом да когда паук находится на паутине на то в принципе он никуда не действует ну как будто бы затянула вот какая-то ловушка здесь вопросы связаны именно с вашими желаниями поэтому первично прежде чем двигаться дальше здесь не нужно убегать от чего-то здесь нужно разобраться в своих собственных желаниях и понять что ваша что не ваш что вам искренне нужно вот по-настоящему вот это дефицит который будет вас двигать к достижению ваших желаний а где этого дефицита нет и вас все удовлетворяет то есть лично надо разобраться да и вот король же за дальше говорит о том что только тогда я смогу всю свою энергию направить на достижение своей цели поэтому здесь прежде чем убегать от того что вы ощущаете что разрушается что уже вас не удовлетворяет вам нужно успокоиться разобраться в своих желаниях и дальше вы уже поймете что есть ваша что есть не ваша кто-то может спросить да как а как вообще разобраться в своих желаниях да как как понять как понять готов ли я двигаться до моё ли это или не моё ну давайте на карту посмотрим как понять как понять пожаре слов у вас должно быть как-то внутри какой-то огонек в этом направлении то есть ну как некая такая искра которая будет вами как разки двигать когда вы включитесь в это процесс то есть вам это должно быть интересно если для вас что-то интересно что-то новое что-то любопытное она вас туда потянет вот если вам не интересно но реально вот представьте выбираете работу а внутри такое отвращение если в этом отвращение но нежелание эти если какая-то искра любопытство как там будет а получится неполучно хочу ли я не хочу вот если вот этих вот всех моментов на нету если этого адреналина, этого драйва нету, блин, вы никогда не выберете. Вы будете себя заставлять, вы будете себя насиловать. Вы можете пойти на эту работу, но это будет для вас мучение, да. Это будет мука, и вы будете каждый день себя проклинать, почему я это сделала, зачем мне вот этот вот дефицит денег нужен, зачем там деньги на что-то же нужны, да, на что-то же вы их обмениваете. Если на детей, то будете вот прям сожалеть, нафига я этих детей родила теперь, надо само их вытаскивать, понимаете. Это будет вот такое состояние, что ну не очень приятно. Поэтому так вы сможете понять, есть ли какой-то отклик, то есть вот то, что вам здесь предлагается, хочется ли вам двигаться или нет, вот включает ли вас вот эту вот энергию движения. Если этой энергии движения нет, если у вас нет вот этого захватывающего духа, о, блин, знаете, это как когда есть предвкушение, например, там какого-то праздника, либо какой-то поездки, ну смотрите, у вас вы хотели купить там, я не знаю, билет на поехать куда-то в отпуск. Долгое время не отдыхали, вот вы сидите в предвкушении, посчитаете последние часы, когда это, и вы представляете, как вы там будете ходить, отдыхать, там на море кто-то, в горы, не важно куда. У вас есть предвкушение, вы считаете часы в обратном направлении, насколько осталось. То есть вас это мотивирует на движение. А когда наоборот, возвращаетесь на работу, да, и отпуск закончил, считаете ли вы сколько часов осталось до того, как вы пойдете на работу? Да нет, вы наоборот хотите продлить свой отпуск. Вот здесь вот примерно то же самое. То есть это и даст вам понятие, как выбрать и что вам дальше делать. Так, это у нас с вами была первая позиция и колода Николеты Чиколи. Мы с вами идем в позицию номер два к красненькому мешку. И у нас классика, которую я обожаю. Артур Уэйт и Памела. Так, сначала смотрим о двойке, о какой здесь ситуации сложной будет идти повествование. Королева кубков. Ну, здесь идет повествование, да, и восьмерка пиндакля. О чем может быть? О каких-то переживаниях. Переживания, тревога, волнения, навязчивые какие-то мысли, беспокойства. Причем здесь нет сильной какого-то страха, а вот именно какое-то такое поверхностное, знаете, состояние беспокойства. Вот как будто бы надо куда-то бежать, что-то делать, и я не знаю, а надо мне, а не надо, а получится здесь какая-то вот тревожность, да, такое психологическое состояние беспокойства. А вы беспокоитесь за что? Восьмерка пиндакля нам может говорить о двух моментах. Либо это беспокойство по поводу вашей бытовой жизни, которой вы привыкли, которая выстроена вам уже почти на автоматизме. либо это второй момент связанный с профессиональной сферой, связанный с работой, да. Но и в том и другом случае восьмерка пиндакля нам показывает про мастерство, про то, что вы уже делаете долгое время, у вас это хорошо получается, да, то есть вы уже умеете. Здесь нету новичка, здесь есть человек уже опытный, да, то есть если, допустим, это касается быта, то безусловно вы можете разрулить эту ситуацию, потому что, ну, в прошлом вам уже это удавалось. Если это касается профессиональной сферы, то здесь вы тоже можете разрулить эту ситуацию, потому что, если это касается навыков, вот именно вашего умения, да, то здесь вы, ну, умеете уже делать ту работу, о которой идет речь. То в чем здесь заключается, значит, сложно. Сложно заключается в том, что вы хотели бы дальше развивать эту ситуацию, да, но ключевое по рыцарю кубков развивать так, как вы хотите, да, чтобы это было в вашем удобном, комфортном режиме, возможно, какой-то свободный график, либо гибкий какой-то график, чтобы вам было удобно, и чтобы вам это нравилось, чтобы вас здесь не напрягало, но ситуация говорит о том, что идут здесь перемены по аркану смерти, то есть, возможно, раньше у вас было именно так, а сейчас сменилась обстановка, и сейчас дела идут по-другому. То есть педакли нам про это говорит, да, что есть какие-то новые начинания, возможно, у вас появились новые желания, появились какие-то новые амбиции. Так. Новые амбиции того... Sorry. Сейчас я камеру настрою. Немножко иначе. Того, что вы хотели бы, да, то есть что-то новое появилось. Что здесь новое появилось? Здесь появилась императрица. Здесь появилось желание ваше измениться, да, как-то вырасти над собой. Возможно, появились новые желания того, что вы хотите купить, приобрести, получить. Возможно, у кого-то здесь появилось желание сменить статус. либо, опять же-таки, в профессиональной жизни, либо в бытовой жизни, да, вот что-то изменить. Либо вырасти, получить какое-то повышение, получить больше денег, либо, если это бытовая жизнь личная, да, может быть, выйти замуж, сменить свой статус, либо отношение людей по отношению к себе, других людей по отношению к себе, да, то есть, чтобы было больше уважения, больше ценили, больше любили, почитали, уважали и так далее, и так далее. Но мы наткнулись здесь на какую-то кризисную ситуацию, да, какая-то сложность здесь с этим желанием. Возможно, есть какой-то дефицит, дефицит, недостаток, недостаток денег, недостаток опыта, недостаток знания, недостаток здоровья, может быть, да, то есть, кризисная ситуация в зависимости от того, что у вас здесь за ситуация. То есть, столкнулись с тем, что для того, чтобы прийти туда, куда вы хотите, здесь вам чего-то не хватает. Для кого-то, может быть, вы понимаете, что вот на том уровне, допустим, где вы работали, да, у вас есть навыки, но чтобы получить повышение, да, вам не хватает каких-то новых навыков, которые вы должны приобрести. Допустим, если вы там простой продавец, либо разнорабочие, то там окей, но если вы станете там ответственным, либо вас повысят по отделу, еще и так далее, и так далее, ну, какое-то повышение, у вас должны появиться какие-то новые навыки, которых у вас нет, например, там, я не знаю, организовывать людей, да, либо больше делать продаж, либо передавать какие-то знания, то есть, однозначно, здесь есть что-то новое, чего вы не умеете, и надо над этим поработать. Если же это касается ситуации, например, личной жизни, да, то каких-то перемен, то здесь вы можете понять, например, что, допустим, если я хочу выйти замуж, узаконить какие-то свои отношения, то мне на свадьбу не хватает денег, элементарно. Если это касается, например, здоровья, то здесь не хватает, может быть, не знаю, каких-то, как это называется, мнения разных врачей, чтобы они вот пришли к какому-то общему знаменателю того, какую терапию вам назначить. Либо вообще нужно мнение какого-то, ну, нового врача, для того, чтобы либо новое какое-то лечение, терапия какая-то, не та, к которой вы привыкли. Ну, то есть, здесь это все идет через какой-то кризис. Либо, если вы просто хотите больше денег, да, то здесь получается для того, чтобы получить больше денег, чтобы что-то купить, либо получить какую-то свою реализацию, вам не хватает что-то нового в вашей жизни. Вот по тройке пендакли. И давайте теперь посмотрим, вот какую линию поведения вам нужно выбрать, да, вот что вот здесь вот возможно новое нужно, какую новую линию поведения нужно, по аркану мага. Вам нужно понять, что вы по сути можете управлять своей ситуацией внутри себя, то есть, если настроить себя на нужные необходимые энергии, то задача во внешнем мире как следствие отражения вашего внутреннего состояния, она сама может решиться. но мага может стать не каждый, да, здесь уровень развития должен быть достаточно высокий, поэтому нам нужно вернуться с небес, как говорится, на землю и понять, как я могу здесь решить. Во-первых, вам нужно понять, что ответственность за ту ситуацию, о которой здесь идет речь, она складывается на вас, поэтому у вас здесь и появляется вот эта тревога, то есть, где-то вы в глубине себя понимаете, и осознаете, что только я ответственна, ответственна за ту ситуацию, в которой я сейчас нахожусь. И если я ее придумал, то я могу ее и решить. А можете вы ее решить, почему? Потому что здесь есть маг, да, то есть у вас есть абсолютно все ресурсы на данном этапе, как разрулить эту ситуацию. И здесь очень важно начать с чего-то малого, то есть, используя те инструменты, которые у вас уже есть под рукой, да, то есть, используя свои знания, умения, навыки, которые есть сейчас, вот исходя из них, опираясь на них, да, вам нужно начинать разруливать ситуацию. Допустим, если касается, да, профессиональной какой-то деятельности, и вам не хватает какого-то навыка, вот опираясь на то, что вы уже умеете, что вы можете сделать уже сейчас, для того, чтобы, получить вот тот навык, о котором здесь идет речь, ну, например, увеличить продажи, вот что вы можете сделать, что вы умеете уже сейчас для того, чтобы увеличить продажи, возможно, что-то придумать, возможно, как-то по-другому рассказывать, да, возможно, как-то по-другому привлекать, То есть что-то вы уже умеете, вам не надо отказываться от того, что вы уже умеете, того, что вы уже достигли, потому что здесь есть мастерство, у вас есть много знаний, много опыта. Вам нужно, опираясь на него, выстроить такую стратегию, такую модель поведения, чтобы начать делать сейчас, и в процессе у вас откроются возможности. То есть не искать сейчас какие-то возможности, решения, а создавать их, каким образом, из того, что вы имеете, вот там, где вы находитесь, то, что вы умеете, то, что вы уже знаете. Делать все возможное, и в процессе того, как вы будете это делать, вам откроются новые какие-то возможности, не заранее, а именно в процессе. Как мы говорим, да, дорога появляется под ногами идущей. Вот вам нужно для начала идти, потому что вы умеете ногами перебирать, вы умеете ходить. Поэтому вам нужно просто встать на дорогу и сделать первые два-три шага. В процессе, когда вы будете двигаться, вы поймете, куда идут ваши ноги. Если они идут вперед, да, значит вам вперед и нужно двигаться. Если ваши ноги встали на путь и свернули направо, значит туда вам и нужно идти. И вот в процессе того, куда вы идете, вам будут открываться дороги. Вот здесь вот что-то такое. Что еще? Какую линию поведения? Верховная жрица. Во-первых, вам необходимо быть все время в балансе и спокойствии, да, то есть не паникуйте, не вот тут королева кубков, ей не нужно. Включается она бессмысленно. То есть когда мы хотим решить какую-то задачу, мы включаем голову. Мы не включаем эмоции, какие-то переживания. Здесь вам нужно находиться в балансе, нужно находиться в гармонии, спокойствии, да, спокойствия, никакой паники. Мы никуда не торопимся. Почему? Потому что мы понимаем, что все необходимое придет ко мне. Каким образом? Когда я нахожусь в спокойном состоянии, не тревожусь. Я могу заметить то, что мне нужно. Если, допустим, вы куда-то там, в какой-то суете, куда-то бежите. Вот вам надо пойти забрать ребенка из детского сада там со школы, потом приготовить, потом еще что-то. Какова вероятность того, что вы находитесь в своей голове вот в этих всех мыслях бытовых, что вы сможете заметить там, я не знаю, красоту природы, которая вас окружает? Конечно же, нет, да, потому что это беспокойный ум, вам нужно успокоить этот беспокойный ум, чтобы осело. Это знаете, как, представьте, осенний парк с опавшими желтыми листьями, и вдруг наступает такой некий тайфун. Ветер очень сильный, который поднимает с земли вот эти листья, они все кружатся, кружатся, кружатся. И ты не видишь, куда тебе идти, потому что они перед тобой кружатся и закрывают тебе обзор. Что нужно сделать? Надо переждать, пока ветер успокоится, листья заново осядут, и тогда у вас откроются горизонты, вы сможете увидеть, куда вам идти. Вот верховная жрица здесь как раз и говорит про этот образ. Отпустите этот ветер, этот вихрь ваших мыслей беспокойных, пускай это все успокоится, пускай это все устаканится, и тогда вы увидите. Только увидите тогда, когда вы находитесь в равновесии. Не надо никуда торопиться, не надо никуда спешить. Ваша от вас никогда не уйдет. Да, безусловно, бывают моменты, когда есть некий такой шанс, и важно вовремя схватиться за этот шанс. Но чтобы за него схватиться, его надо увидеть. А как вы увидите, если ваши мысли заняты чем-то другим? Ну, то есть вот этот мусор в голове, вот этот вот вихрь, он не дает вам ясности, прозрачности, четкости. Поэтому вам нужно успокоиться, да, чтобы понять, чтобы понять, куда вам двигаться дальше. Как выйти из четверки кубка. Видите, здесь, что бы вам ни предлагали, вы это не увидите. Почему? Потому что вы сфокусированы вот на этих трех кубках, на том, что вы уже когда-то проживали, что у вас когда-то уже было. Ну, то есть, по сути, то, чем наполнены ваши мысли. Ну, да. То есть здесь, скорее всего, вы беспокоитесь о том, что будет вот все, как было раньше, в прошлом, что никаких перемен не будет. Смотрите, если вы свой мозг заполняете, ну, то есть фокусируете, как некий такой фонарик на том, что да, все будет так, как было раньше, то что вы подсвечиваете? Вы подсвечиваете ту модель, которая и была раньше. Какова вероятность того, что это повторится? Достаточно большая. Поэтому что вам нужно сделать? Вам нужно подсвечивать другие моменты. Какие моменты? Именно момент спокойствия. Спокойствие. И начинать из того, что, еще раз скажу, из того, что у вас есть под рукой, делать наилучшим образом. К примеру, да, вот вы находитесь на работе. Вы работали, и вы хотите какого-то повышения. Кому дается повышение? Люди, как правило, ну, если мы убираем вот эту вся всю коррупцию, и так далее, вот, дается тем людям, которые выделяются. Если вы все время работали, как серая мышка, были незаметные, делали просто, ну, как говорится, от звонка до звонка, утром пришли, вечером ушли, вас никто не замечает. Что вам нужно сделать, чтобы выделиться? Вам нужно сделать вашу работу настолько хорошо, чтобы на нее обратили внимание. Нужно ли делать что-то новое? Нет. Надо просто сделать свою работу таким образом, да, чтобы на нее обратили внимание. Как сделать так? Значит, в вашей работе вы должны сделать акцент на удобство и кемфорт того, кому принадлежит ваша работа. К примеру, вам нужно там составить какой-то отчет по работе. И обычно вы его делали так на автомате, как делаете. Но подумайте, кому нужен этот отчет. Допустим, нужен вашему начальнику. Вы его делали в одной форме. А подумайте, вот если бы вы были начальником, что бы вы хотели, вот в каком формате вы хотели бы, чтобы вам сделали отчет? Чтобы так, вы знаете, посмотреть и сразу увидеть все цифры, чтобы все было понятно. А потом уже пояснение. Безусловно, исходя из позиции вашего начальника, вы сможете увидеть свой отчет по-другому. То есть не надо приписывать какие-то цифры. Надо просто другой формат сделать. Допустим, если раньше была там одна таблица, теперь возможно, нужно сделать в виде презентации. Сначала вычленить как-то основные какие-то цифры, итоги, а потом уже внизу второстепенные, то, как вы приходите к этим. К примеру. Вот взят вот такой отчет. Начальник ваш смотрит, ему сразу все понятно. И он, поскольку он привык ранее получать по-другому, он удивится. Ну, как минимум, он спросит, кто сделал это? Либо почему в таком формате он может разозлиться? И тогда, как говорится, вас поведут на ковер, и вы сможете объяснить, в чем причина, в чем выгода, в чем польза того, что вы предлагаете. И сможете ли вы выделиться? Конечно. Обратит ли он на ваше внимание начальник? Обратит. Как минимум, он узнает ваше имя, что уже немаловажно. И вот постепенно-постепенно у вас, возможно, откроется. Не факт. Но вероятность открытия дорог перед вами, она будет намного больше. Поэтому, что вы должны сделать? Вы должны делать наилучшее, то, что вы можете сделать в данном моменте из того, что вы имеете. Ни больше, ни меньше. И это абсолютно во всем. Даже если это касается отношений. То есть представьте, что вы хотите отношений, у вас этих отношений нет. Что будет наилучше, что вы можете сделать? Представьте, вы, например, становитесь тем мужчиной, который вам нужен. На что бы он обратил внимание? Что нужно, допустим? Водите в голову мужчине, что ему нужно? Наверняка нужна улыбка женщине. Какое-то такое приятное, легкое отношение, беседа, где нет претензий на мозг. Красивая русская речь, если вы говорите по-русски. То есть какие-то такие моменты. Понимая вот это, что вы можете сделать уже сейчас, на данном этапе, насколько вы умеете красиво говорить, насколько вы можете поддержать беседу, насколько вы легкие, насколько вы улыбаетесь и так далее. Поработать с этим. И тогда вероятность того, что на вас обратят внимание, вы выделитесь по отношению к другим, она достаточно велика. Не факт. Никогда не бывает факта, что 100% это работает. Это один из вариантов. Мы сейчас рассматриваем, какая линия поведения наилучшая. Вот я вам и говорю, какая линия поведения на данном этапе лучше. Не паниковать и делать все, что вы можете на данном этапе. Потому что маг, он говорит, я умею, я знаю и я делаю. То есть у него есть абсолютно все составляющие решить вот эту сложную задачу. Если вам кажется, что нет, это вот вина как раз в королеве кубков, что вы просто паникуете. Поэтому Верховная Жрица говорит, спокойствие, никакой паники, расслабляемся и просто делаем то, что мы умеем из тех подручных инструментов, которые у нас есть сейчас. То есть то, что вы уже умеете, знаете, и то, чем владеете. Но дело здесь важно не просто сделать, а сделать наилучшим вариантом, таким образом, чтобы вы выделились. То есть то, как делаете только вы и больше никто другой. А здесь вот нужно включить свои мозги. То есть как я могу это сделать? Включить свою оригинальность, включить свою фантазию. Вот она, ваш туз Жезлов, по-новому. Включить свою фантазию, включить свои мысления. Как какие-то идеи. Идеи у вас есть. Вы же хотите стать императрицей? Поступайте так, как поступала бы императрица. Вот такой расклад для вас. Двоечки. Так, это у нас была с вами вторая позиция. Классика. И мы переходим к позиции номер три, зелененькому камешку. Второго темного света. Смотрим в троечке. А какой ситуации сложной? Здесь у нас с вами пойдет повествование. Что у вас здесь за сложная ситуация? Четверка ковков. Не хочу, все достала. Ничего не хочу, никуда не пойду. Ничего не буду делать. Почему? Потому что мне ничего не нужно. Меня все и так устраивает. Вот такая сложная ситуация. Не хочу принимать какого-то решения. Не хочу увидеть правду. Не хочу ни с кем прояснять отношения. Не хочу ни с кем говорить ни о чем. Я закрываюсь. Я закрываюсь. Я не хочу ничего слышать. Не хочу ничего понимать. Не хочу ничего знать. Мне страшно. Мне страшно. Мне страшно сделать выбор. Здесь вопрос выбора стоит. К чему страшно? Потому что когда вы сделаете выбор, вы должны понести ответственность за последствия. А вы не хотите. Возможно, здесь какая-то ситуация такая, где последствия, вы это понимаете, последствия вашего выбора, они заставят что-то изменить в вашей жизни. То есть выйти вот из этой четверки, из стабильности, из вашей зоны эмоционального удовлетворения. То есть меня сейчас пока в принципе все удовлетворяет. И если я приму какое-то решение, то наверняка следующий этап будет пятерка кубков. Я буду разочаровываться. Либо себе, либо в людях, либо в поступках. То есть не будет реальность соответствовать моим желаниям. И мне эти слезы нужны, либо эти переживания нужны. Поэтому я не хочу. Я не хочу брать ответственность и принимать какое-то решение. Не потому что я не могу, не потому что я не способен, а просто потому что я знаю, чем это чревато. Вот это вот чревато, оно вас и напрягает. Чем это все чревато? Королева Пиндаклей. Умеренность. Шут. Это чревато тем, что если я хочу больше зарабатывать, если я хочу иметь больше вес, большую ценность и что-то приумножать в своей жизни, в материи, то мне нужно будет выйти из аркана умеренности. Чтобы что-то получить, я должна что-то сделать. Нужно пойти за этим, пойти и взять как минимум. То есть какое-то новое начинание. А я этого не хочу. Почему вы не хотите новых начинаний? Да потому что я не хочу взаимодействовать с людьми. Вообще никак. Я не хочу выбирать, я не хочу как-то решать. Да, не хочу определяться, фантазировать и мечтать. Я устал. Мне больно все время сражаться, все время как-то чему-то доказывать, себе доказывать, может быть, кому-то доказывать, что я там способен. Вот не хочу. Здесь человек устал от борьбы. Устал от какой-то борьбы. Вот она четверка. Видите, уходим от пятерки, идем к четверке, идем на брат. Обратно идем. К ту зуму идем. То есть мы в обратном направлении идем. Хочу остаться в своем бездействии, комфортном состоянии мыслительном, когда я спокоен, я передаю вообще ответственность высшим силам, я ни о чем не хочу думать, я хочу отдохнуть. Я устал. То есть здесь идет действительно усталость на ментальном уровне, когда человек говорит, оставьте меня в покое. Такая вот у вас сложная ситуация. А в чем здесь сложность? В том, что ничего нового не приходит. И самое интересное, что здесь по этим картам вы понимаете. Вы понимаете, что надо как-то двигаться, надо что-то менять. Но, знаете, это физически очень похоже на то состояние, когда вы изденья работали, пришли домой, ноги гудят, все тело гудит, и ты говоришь себе, вот я две минуты сейчас посижу, там, не знаю, на диване, либо на кресле, потом встану и пойду делать дальше, какие-то домашние дела, что-то там, может быть, прибраться, изготовить. И вот вы садитесь, и вы понимаете, что время проходит, но у вас нету сил встать, потому что вы очень сильно устали. И в идеале бы вам хотелось, чтобы вы даже до кровати не доходили, вот там, где вы находились, просто закрыли глаза и поспали. То есть здесь такая энергия, вот настолько, ну вот вам даже комфортно, пускай даже там ноги занемеют, там шея занемеет от неудобного положения, но вы уснете от этого счета. Почему? Потому что вы не хотите больше ничего делать, нету сил. Вы как-то изнеможены здесь, и поэтому вы устали от принятия решения. Здесь люди устали от ответственности. Если честно, очень сильно устали от ответственности. Вот в этом заключается сложная ситуация, что вы не идете дальше. Дьявол здесь как-то вас искушает, причем, знаете, здесь на самом деле, здесь очень тонкая такая грань, и на ней я хочу остановиться, чтобы вы услышали. То есть, возможно, вы понимаете как-то своей головой, что нужно двигаться, потому что вы все время были воином, вы все время куда-то двигались, чего-то достигали. Но здесь такое ощущение, что, я не знаю, может быть с возрастом, может быть с временем, вы понимаете, что, ну вот уже больше нету физических сил и резервов, то ли вы довели себя как-то до предела. Но есть вот это вот бесконечное искушение. По дьяволу, который говорит, не-не, что ты сидишь, давай, давай, пойдем, давай. Знаете, бывает так, тебе так хорошо дома, и кто-то начинает из друзей, да ладно, чего ты там звонит, либо приходит и говорит, да пойдем, вот туда сходим, там хорошо, мы отдохнем, повеселимся. А вы так смотрите на него, блин, какой повеселиться, да, мне бы как-то, ноги гузят, все ватные, встать не могу, мне бы до кровати доползти. И вот это искушение, и он начинает, значит, друг либо подруга говорит, ну вот, ты же хотела это, да, и вот у вас и хочется, и колется, и мама не велит, и как быть, и что делать, да, либо берут вас здесь, например, по дьяволу, да, на слабо, что ты, ты не можешь, да, то есть, что ты слышишь, здесь вот какие-то, какие-то такие моменты проходят. И вы как будто бы себя говорите, да, что я на самом деле расклеилась, давай, давай, у меня получится. И вот вы как-то, знаете, вот через не могу, через не хочу, двигайтесь вперед. Вот в этом сложная ситуация, что у вас уже нет ресурсов, вы не даете себе возможности восстановиться. То есть одно дело, когда вы идете, знаете, вот выспались утром, да, и бодрячком такие вот легкие, и парите, и хотите что-то делать, потому что вы отдохнулись, потому что отдохнули, потому что вы наполнились. А если так, знаете, поздно легли, там плохой сон какой-то был, то вам жарко было, то вам холодно, там муж храпит, либо там дети плачут, такой вот сон вообще безобразный, либо кошмары мучают. И утром просыпаешься, думаешь, а блин, как я хочу спать, нету сил встать, куда-то пойти, что-то делать. И вот вы встаете, вот в таком негативном состоянии, вы идете вот в таком состоянии, пока, как говорится, не расходитесь, да, начинаете на всех как-то кричать, злиться, оставьте меня в покое. Но потом глядишь, уже ближе к обеду, да, там кофе попила, как-то что-то, вот пришла в себя, и выстроился как-то более-менее день. Да, и как-то вот расходились, и вроде бы еще уже энергия появилась. Но вот здесь идет какое-то насилие над собой. Сложность, сложность двигаться. И знаете, здесь еще не совсем-то и по дьяволу, не совсем-то и ваше желание. Еще раз скажу, возможно, вас берут на слабо, возможно, вас чем-то здесь пугают, да, то есть есть какие-то страхи, проекции, там, не знаю, муж жене говорит, вот если ты не будешь с тобой ухаживать, будешь, как твоя мама, там, я не знаю, толстая, старая и некрасивая, и тогда я с тобой разведусь. А вы как-как-как за собой поухаживать? Здесь бы физически прийти в себя, да, и элементарно приготовить какой-то обед, а, ну, не получается, нету сил, да, то есть вот как-то здесь какие-то такие сценарии, модели тоже могут быть. Сложность, может быть, даже вас на работе как-то подгоняют, и давай лучше, и быстрее, и больше ответственности вам даются, и ты сможешь справиться, только ты сможешь сделать вот этот отчет, и как-то другое больше никто не может, а вы и так уже устали, то есть здесь что-то связано, с работой, либо вам денег не хватает, ну, то есть ситуация связана краски с этим, когда вам надо что-то сделать, опять же таки, надо в контексте других людей по отношению к вам, либо обязанности по отношению к вам, вам лично на данном этапе ничего не надо, вот вы настолько в том состоянии, что вот вообще ничего не надо, была бы такая возможность, вы бы сказали, оставьте меня, вот так, не знаю, хотя бы 4-5 дней, да, и потом вот я посплю 5 дней, вот прям не просыпаюсь, здесь реально какая-то такая энергия, что вот если вас оставить, ну, как минимум двое суток, вы будете спать без задних ног, потом проснете и скажете, боже, что это было, да, то есть здесь вообще человек действительно сниможен, какую линию поведения вам нужно выбрать, во-первых, вот в таком состоянии что-то решать, вот прям противопоказано, если бы я была врачом, я бы сказала, я запрещаю вам прям так красные линии, по бумаге запрещаю, запрещаю принимать какие-то решения, потому что они будут ошибочные, они будут ошибочные, вы потом, возможно, пожалеете еще об этом, поэтому первично вообще вам надо было как-то остановиться, отдохнуть, так, ну, давайте мы сейчас посмотрим, сейчас я подниму карты, так, какую, секунду, так, да, какую линию поведения вам нужно выбрать, шестерка кубков, когда-то у вас в прошлом был ответ на этот вопрос, вот какую-то такую линию поведения, связанную с прошлым и одновременно с каким-то доверием, чему вам нужно довериться, тому, что ситуация изменится, и как минимум здесь нужно наполниться, как-то, не знаю, отдых, вот четверка жезлов, она тоже нам говорит про отдых, какой-то вот позитивный момент, я не знаю, праздник, что-то такое, здесь не веселье, которое забирает энергии, а вот кому-то, может быть, в гости сходить, причем, знаете, там, где можно, хочется сказать, послушать тишину вместе с другим человеком, либо побыть, знаете, поговорить вот о чем-то таком легком, непринужденном, без углубления, то есть, если у вас какая-нибудь сложная сейчас ситуация, вот, чтобы никто вам об этом не напоминал, а просто, знаете, вот как, ни о чем, о погоде, о чем-то, о книжках, да, что-то такое, вот просто, чтобы забыться, как минимум, да, здесь нужно, но в прошлом у вас уже была, да, такая ситуация, когда вы чувствовали себя убитым, когда был аналогичный опыт, поэтому у вас уже есть опыт того, что вам нужно делать это 100%, что вам нужно сделать, но увидеть, да, что вас здесь сейчас сдерживает, ограничивает от дальнейшего движения, да, то есть здесь может быть еще какие-то убеждения в вашей голове, что, не знаю, может быть, вы устали от мыслей и о том, что, не знаю, может не получится, в общем, я не знаю, как дальше двигаться, что здесь за убеждение, ну, по поводу движения, вы как будто бы не очень-то и верите, что вот вам это движение нужно, не потому, что даже вы устали, а здесь есть какие-то мысли, исходя из прошлого опыта, что раньше это не получилось, и сейчас это не получится, поэтому здесь как будто бы не хватает какого-то доверия, больше веры в себя, в рыцарях кубков, да, больше удовольствия от процесса, того, куда вам нужно идти, какую линию выбрать, ну, двойку кубков, во-первых, надо договориться с собой, да, договориться с собой, что вам действительно нужно успокоиться и прийти к гармоничному такому состоянию самим собой, да, и только после этого вы сможете принять какое-то правильное, верное решение по справедливости. нужно наполнить себя какими-то эмоциями, которые бы вас порадовали, удовлетворили, может быть, удовлетворить какие-то свои желания, как физические, так и материальные. то есть, проще говоря, сменить свое настроение, оставить позади вот эту девятку жестов, да, что вот так было раньше, значит, и сейчас будет. Нет. Надо в своей голове изменить вот этот настрой, что в этот раз будет по-другому. Прямо очень сложно. Прямо очень сложно, что вот я чувствую, что как-то не очень-то и верится, да, нет вот этой вот надежды, что в этот раз получится. Но надо в своей голове как-то это объяснить, что получится, да, королева жезла, что у вас все получится. Вы как будто бы просто утратили веру в себя, но на самом деле здесь причина просто усталости. Отдохните, и все встанет на свои места. Снова будете бодрячком, и тогда сможете принять решение и двигаться дальше. Да, как-то так. Так, это у нас с вами была третья позиция. И второй темного свет. Благодарю вас за то, что посмотрели расклад. Пишите свои комментарии. Благодарю всех, кто ставит лайки. Вот. Остается со мной, изучает себя. Всем отличных выходных. Наполняйтесь, отдыхайте. Помните, да, что отдых – это не значит только лежание на диване, а отдых – это уметь переключаться от одной деятельности на другой. Таким образом, чтобы новое занятие, то, чем вы будете либо действовать, то, чем вы будете заниматься, либо действовать, наполняло вас. Вот умение переключаться с одного на другого – это и, по сути, является отдыхом. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok